привет друзья у меня тут очередная распаковка на самом деле ждала я долго эту посылочку в плане не то что долго она ко мне шла а я ее там бы и выбирала и вообще давно давно не хотела заказать значит это бренд you candles я думаю что многие знают это бренд и свечки диффузоры для дома и косметика есть для тела в общем на самом деле позиции очень очень много вот я честно говоря долго у меня вообще была на самом деле такая свечка давновато мне ее дарили и мне понравилось что она достаточно такая натуральная хорошая по запаху и так далее тут буквально недавно я вообще в принципе задумывалась о том что пора бы мне как бы парк своих свечек обновить да потому что часто какие-то ну там магазины или масс-маркет они очень химозно как-то пахнут иногда и голова может болеть и вообще какое-то раздражение аллергия пойти и вот поэтому я задачилась честно говоря найти какие-то натуральные свечки чтобы это было соевое как это сказать воск да соевый воск по моему это называется вот и когда я устраивала там и опросы и вообще как бы просила меня посоветовать очень многие мне посоветовали юкендл за да потому что говорят что во первых большой выбор и по запахам и по объему да по упаковке и всему остальному да то что находится в общем в москве можно заказать да и соответственно это быстрая доставка не доставляют беларуси все 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 поэтому значит была большая коробка я тут уже немножко по по это повскрывала вот очень хорошо упаковано каждая была позиция упакована в пупырку значит чтобы ничего не подлилось ничего там не поцарапалась ну короче однозначно очень ответственный этот как называется ответственный подход к делу это конечно не может не радовать в общем сдэк пришел очень быстро буквально за пару дней но в общем поэтому я вам давайте я буду показывать что я тут заказала давайте я выложу и будем с вами смотреть так вот так красота невероятно а значит смотрите получается у меня здесь две свечки и а значит давайте начнем вот смотрите по поводу тела до сахарный скраб для тела а значит здесь пион букет пиона по-моему это называется сейчас мы посмотрим с вами потому что если честно я не помню на сто процентов но мне кажется да что то что то в общем так 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 значит а смотрите сахарный скраб для тела значит вот сам бренд написан new candles да если вдруг вы такого не знали эту я вам в общем о нем рассказываю такая относительно небольшая баночка но мне кажется что это будет вообще отлично с точки зрения и познакомиться потому что именно скраб для тела я не пробовала у этого бренда поэтому как раз будет отлично в общем то 170 сколько здесь 170 грамм для пробы если понравится то можно будет заказать всякие разные запахи тем более сейчас преддверии до всех наших праздников это прямо отлично мне кажется скрабы для тела если там допустим крем для лица или что-то для лица не всегда может подойти а скраб для тела по-моему это вообще универсально это крем для рук и какое-то молочко для тела также вот соответственно скраб для тела вот поэтому открою обязательно вам расскажу но я вот так вот сделала да здесь у нас давайте вместе с вами я вам покажу чтобы тоже у вас было понимание сейчас один момент я только подвезу если у меня получится так смотрите смотрите вкусно реально пахнет пионом но не противно сладко именно такой хороший нежный аромат короче на первый взгляд абсолютно да не напрягающий вкусно 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 бери ловку и кушай так значит вот такой вот скраб для тела для ознакомления я значит заказала и вот такие вот смотрите две свечки значит одна это печеное яблоко второе это зеленый инжир значит что могу сказать по поводу вот печеное яблоко у него ну во-первых вот такая вот крышка да это очень удобно для того чтобы во-первых если допустим вы затушили и быстренько закрыли чтобы не пахло хотя обычно слоевые свечи никогда не пахнут вот и у него очень классный запах такой осенние зимние рождественские это вот реально печеное яблоко вкусно здесь яблоко корица что у нас тут еще подождите моментик так 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 печеное яблоко да яблочко корица ну в общем очень вкусно только домашний запах мне прямо реально очень-очень нравится вот но и красиво вот эти вот желтые такие коричневые банки и мне кажется это тоже очень стильно очень классно ну вот для и для подарка и для дома вообще отлично так и зеленая зеленый инжир по моему тогда зеленый инжир называется значит я вообще очень люблю запах инжира я как сказать поняла в общем что инжир для меня это очень вкусный запах вот он такой с одной стороны травяной с другой стороны какой-то растительный и с третьей стороны он очень ну какой-то органический для меня значит я уже понюхала единственное я думала что он будет капелюшечку слаще да но опять же я еще пока не зажигала возможно когда он раз разгорится да чуть-чуть будет по-другому пахнут но вообще мне нравится он такой я говорю какой-то такой натуральный природный немножко травянистый вкусно в общем да вот но он может не всем понравится поэтому в общем-то ну в идеале нюхнуть да где-нибудь вот но мне нравится да то есть если вы любите такие более травянистые запахи то вам должно понравиться большая свечка значит здесь 190 грамм но это прям надолго в общем то хватает тоже да с крышечкой это тоже очень-очень удобно что такое фокус и давай не подводи в общем чтобы было чтобы не выветривался запах да вы закрыли и все и соответственно очень это удобно значит по поводу запахов вообще если честно запахов там просто великое множество я не потерялась если честно запахах потому что там есть и рождественские там есть и супер сладкие там есть и терпкие там есть и какие-то свежие да у меня еще несколько ароматов лежит в корзине я вот эти попробую и потом еще себе закажу потому что это действительно ну в общем качественный продукт да почему бы собственно говоря и нет и вот есть такие классные значит в комплекте видите это спички черненькие спички так давайте одну мы достанем класс мне так нравится когда сейчас момент очень удобно смотрите вот такая вот спичка черненькая вот такая черненькая спичка и вот здесь вот эта штука я забыла как это называется в общем проводишь и зажигается да я потом вам подсниму отдельно чтобы посмотреть насколько это классно в общем круто я же говорю что очень эффектная упаковка вот классно смотрится и для себя и для подарка это мне кажется вообще отлично да в коробочку упаковать и в общем-то заказать кому-то подарок в общем поэтому мне реально очень понравилось понравилось во-первых что как я уже говорила классно за все завернуто запаковано пупырка еще сверху пупырка в общем действительно можно не бояться что где-то там что-то разобьется да ну слава богу нет вот большой выбор можно реально выбрать есть там поменьше есть побольше есть более интенсивные есть менее интенсивные ну поэтому я однозначно могу рекомендовать вот в инфобоксе будет ссылка и будет промокод нас на скидку 10 процентов на всю весь ассортимент данного магазина в общем мне кажется это очень очень классно я же говорю в преддверии всех наших праздников вот поэтому я вам однозначно рекомендую пройти познакомиться и возможно что-то себе выбрать потому что мне кажется в этом великом разнообразии запахов очень сложно остаться равнодушным и ничего не выбрать и по моему кстати мне кажется я могу ошибаться я видела что там есть свечи которые практически вообще без запаха поэтому если вдруг вас там какие-то аллергии или что-то еще то это тоже будет отличный вариант вот так что однозначно рекомендую о и и и и и и Привет, друзья, у нас сегодня воскресенье, я вроде как еще даже не начинала записывать новый влог, но решила подключиться. В общем, короче, я тут воюю со шлемом, ну как воюю, не то, что воюю прямо, но тем не менее, в общем, занимаюсь сейчас кетлевкой низа, получается, я отвязала там сколько-то сантиметров, не помню, честно говоря, вот, и сейчас прикетлевываю к, ну, задней, соответственно, стороне, вот, мне нравится, я, честно говоря, хотела немножко схалтурить, но что-то попробовала, поняла, что получается полная шляпа, и думаю, ну, блин, столько, как это сказать, вязать этот шлем не в плане там времени и так далее, ну, то есть, это не за вечер, да, сел и связал, у меня, получается, ушло три полных дня на два этих слоя, вот, ну, думаю, ладно, сделать, надо сделать на совесть, да, чтобы мне не было стыдно, тем более, что перед самой собой, так-то мне особо никогда не бывает стыдно перед кем-то, ну, короче, перед самой собой, вот, что я сделала все как положено, вот, поэтому, соответственно, нижнюю часть я решила делать этой же основной нитью лимы, вот, вот, она все-таки будет уже там на плечах и так далее, она, ну, не настолько будет сильно там прям колоться, вот, значит, что я хотела сказать, значит, ну, вот, короче, этот отворот я сделала основным цветом, а вот, соответственно, возле личика я буду вывязывать вот этим вот зеленым, да, чтобы тут ничего не кололось, нигде ничего не, ну, как-то, в общем, моментики какие-то, да, не напрягали, вот, единственное, мне что-то кажется, как будто бы какая-то сильно маленькая вот здесь вот дырочка, она, конечно, растягивается во время носки, но я вот тут вот связала, подобрала там все спицы, да, плюс нижний слой тоже я все провязала и соединила, теперь у меня, ну, получается, один слой, и тоже мне, как по аналогии с нижней частью, надо провязать там в районе 10 типа этих рядов, подогнуть и сделать кетлевку, вот, но я хочу подождать сына, он сейчас на английском с мужем, подождать сына и на него прикинуть, то есть переодеть на более длинные спицы и одеть, потому что, если честно, у меня ощущение, что здесь как будто, ну, не знаю, петель 6, может, 8 не хватает по окружности, да, для того, чтобы это растянулось, и я просто не хочу делать, ну, большой кусок работы, да, то есть отвязывать это, подгибать, делать кетлевку и потом распускать, да, ну, как бы зачем тратить на это время, вот, тем более, что, в принципе, сейчас они уже должны скоро прийти, я как раз за это время, ну, хотя по половину докетлюю нижней части, но мне, конечно, очень нравится, это сразу такой вид становится не то, чтобы фабричный, да, я не особо стремлюсь к фабричному виду, потому что это все-таки ручное вязание, но именно такой, знаете, законченный, красивый, что это не шалабас, не на коленке сделано, не что-то там непонятно какое, а это именно такая толковая вещица, качественная, которая не будет бахромиться, которая не будет вот так вот отгибаться, ну, и так далее, вот, поэтому это, цвет, конечно, ужасный, потому что искусственное освещение, у меня тут, да, воскресенье, эти погоды ноябрьские, сами понимаете, ну, в общем, работаю я, короче, так что пошла дальше кетлевать, надеюсь, что я сегодня с ним расквитаюсь и все по это, потому что, честно говоря, надоел, я обычно люблю детские вещи вязать, ну, два дня, ну, короче, сегодня четвертый, уже немножечко что-то подбешивает меня. Привет, друзья, у нас сегодня понедельник, давайте я расскажу, что тут у меня навязалось за эти выходные, так, значит, Яна закончила носочки, вот, буквально только-только из-под спид, что называется, один, у меня тут полностью запрятаны кончики, все сделано, так, мне не очень нравится свет, но, к сожалению, это самое светлое место в квартире, вот, поэтому давайте быстренько покажу, вот, второй только-только довязался, в общем, такие вот симпатяги, сейчас буду запрятывать кончики, вот здесь вот подтягивать ниточки, чтобы не было такого явного перехода, он, конечно, тоже есть, сейчас вам покажу, вот так, после стирки еще чуть-чуть разровняется и здесь, вот здесь, по-моему, на стопе, вот, вот так вот это выглядит, не могу сказать, что я тут прямо дико как-то изгаляюсь, чтобы этого не было, но стараюсь по возможности, да, убирать эти все ступенечки и так далее, значит, в общем, короче, это 43 размер, вот такие спортивные носочки, вот, что у меня осталось от 100-граммового мотка, то есть, если бы не вот эти вот белые секции, я так думаю, что, возможно, мне бы и не хватило, честно говоря, хотя, в принципе, тут пряжи, возможно, как раз-таки на вот эти вот, там, несколько рядов и хватило, впритык бы ушло, но, опять же, да, то есть, вот, смотрите, это даже не 43, наверное, это 42, скорее всего, размер, вот, поэтому, соответственно, здесь 98 грамм, я вот только-только взвесила, так что сейчас буду во втором запрятывать кончики и стирать, сушить и уже отправлять вместе с фуксийными, напомню, что это заказ для одного и того же человека, так, значит, дальше поехали, вот такой вот шлем, дайте-ка я вас чуток повыше подниму, если получится, момент, вот так, наверное, будет лучше, вот такой шлем, значит, связался, в принципе, он вяжется, ну, несложно на самом-то деле, но я же говорю, учитывая все эти танцы с бубнами, прибавки-убавки, поворотные ряды, неповоротные ряды, немножко так муторно, да, но, тем не менее, в общем-то, я словила дзен, когда я вам, по-моему, должна была вставлять кусочек, как я делала, значит, кетлевку, я словила, сначала меня бесило дико, потом я что-то словила дзен какой-то, и мне прям даже уже нравилось, я потом на одном дыхании закрыла личико, значит, шлем еще такой чуть-чуть влажноватый внутри, он у меня один день, ну, получается, вчерашний как бы полудень сох просто на сушилке, вот, и сегодня с утра я его закинула на батарею, просто на полотенечко, полотенечко я застила на змеевик, да, и аккуратненько потом это все дело сушу, так, значит, петли разровнялись, вышел вот этот вот пушкочек, он и до этого, в принципе, был, но стали петли, по крайней мере, ровнее, чем были, так, значит, ну, соответственно, здесь у меня дроп слима, я вам рассказывала, показывала, вот, сейчас я покажу, вот этот цвет более правдоподобный, вот так, потому что так он что-то засвечивается сильно, ну, и вот эта вот вторая партия, вот здесь вот, он более, видите, с таким как коричневым, каким-то бежевым, что ли, не знаю, так, и внутри у меня китайский кашемир, вот такого красивого зеленого цвета, значит, у меня тоже, значит, лимы ушло, получается, сейчас я вам скажу, от второго мотка у меня осталось 20 грамм, ну, соответственно, то есть это, получается, 50 плюс, сколько там, 30, 80 грамм ушло на верхний слой, то есть меньше двух мотков, и один моточек китайского кашемира ушел внутрь в две нити, значит, этот я вязала на 3,25, этот я вязала на 3,75, верхний слой, вот, мне на самом деле все нравится, значит, я его сушила вот так вот бочком, ну, соответственно, если его вот так вот разложить, то вот он здесь выглядит вот таким вот образом, так, значит, единственное, что я здесь чуток косякнула, что-то у меня кетлевка, наверное, ускакала на один или на два ряда, то есть, получается, я вот шла-шла-шла, и потом чуток вниз, потому что я здесь не прокладывала никаких структов, строчек, и, ну, короче, что-то я, видимо, это, я слушала аудиокнижку, я, наконец-то, вдуплилась в аудиокнижку, и это, конечно, просто офигенская экономия времени, не знаю, буду ли я дальше слушать, но я сейчас слушаю книжку, я начала ее читать, Шантарам, если кто-то читал, помажите мне это ручкой в комментариях, в общем, она большая, достаточно внушительная, я, если честно, что-то устала ее читать, потому что там очень много описательного всякого, я хоть и люблю всякие описания, но иногда мне что-то так, как-то думаю, блин, ну, давайте уже действия хорош уже описывать, и, в общем, я читала в какие-то там свободные минутки, а тут я поняла, что, блин, вообще-то можно, ну, комбинировать вместе с вязанием, вяжешь, особенно какая-то монотонная такая сильная работа, и слушаешь, и вообще, короче, у меня просто дело пошло гораздо быстрее, причем, что я, я вам говорила, что у меня профдеформация уже пошла, я смотрю сериалы, фильмы, могу на скорости 2.0 смотреть, если позволяет проигрыватель на 1.0, я уже мало что воспринимаю, мне слишком медленно, и вот книжку я начинала с 1.25, потом я потихоньку, 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 сейчас я слушаю на 2.0 скорость, и это прям вообще супер, то есть, получается, глава там на 50 сколько-то минут, у меня она выходит на 25, ну, то есть, короче, вообще, просто супер, поэтому не оставляйте попыток разобраться с аудиокнижками, мне, я нашла чтеца мужчину, парня, не знаю, короче, мужской голос, и он как-то очень хорошо читает, с паузами, с интонациями, со всеми, и мне это хорошо заходит, и я прям все воспринимаю, короче, не могу прям нарадоваться, в общем, я слушала эту аудиокнижку и делала кетлевку по низу, и вот здесь, здесь у меня все хорошо шло, 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 но я же говорю, здесь что-то я на одну или на две петли немножко ниже пошла, но я так подумала, что на лице это все равно не будет смотреться, потому что это все равно вот так все натягивается, там вообще ничего не понятно, ничего не видно, вот, но мне, честно говоря, нравится, как получилось, я довольна, даже вот эти вот там эти не, как это называется, не идеальная, да, партия пряжи, как будто бы, честно говоря, так и задумывалась, как будто бы шлем сам, вот он, а манишка типа другим цветом, ну, давайте сделаем вид, что так и было задумано, вот, я же говорю, моему ребенку плевать, ему нравится, он сказал, что он рыцарь, в общем, и все прекрасно, под куртки наши все подходит, на него село хорошо, но вот до стирки, до, точнее, уже после ВТО я не мерила, но уверена, что будет все прекрасно, вот, так что у меня две готовые работы, сейчас я буду продолжать, значит, вязать свой свитер фиолетовый, который я вам показывала, и параллельно буду начинать вязать мужу лапопейсу, он меня уже тактично спрашивал, типа, ну, что там, моя лапопейс, я говорю, все, закончила, срочные дела, ребенка утеплила, заказ срочный тоже я закончила, сейчас только останется постирать, и все, и теперь, ну, без каких-то там, да, если ничего экстра-шмэкстра не вклинится, то я могу спокойненько уже делать какие-то такие дела, так что все, на этом я буду завершаться, в принципе, я довольна своими выходными, получились относительно продуктивные, учитывая, что все дома, да, особо как-то так, я не могу сказать, что было дико прям много времени повязать, но, тем не менее, все равно продуктивно, вот, так что все, на этом буду завершаться, до следующего включения. Привет, ребята, смотрите, у меня, короче, тут распаковка, кому надоело смотреть на пряжу, давайте будем смотреть на баночки, в общем, я вам рассказывала, что я активно сейчас знакомлюсь с брендом Гильтек, в общем, это российский бренд, мне о нем рассказала мама, ей там кто-то коллега по работе, в общем, мама у меня тоже на него полностью перешла, косметика и для тела, и для лица, в общем, я тоже там заказывала себе пробную партию, пользовалась, мне реально прям все понравилось, ну, и тут уже я решила, короче, шикануть, так шикануть, так что давайте, в общем-то, я, наверное, буду доставать и вам тоже показывать, так, давайте начнем вот с этих товарищей, так, значит, смотрите, это у нас БАДы, это эти, как они, витаминки, в общем, я достаточно, ну, как бы так, немножечко предвзято отношусь ко всем этим штучкам, но здесь и отзывы хорошие, и, в принципе, ну, ничего плохого нету, составы нормальные, особенно вот этот вот мне понравился по описанию, по отзывам, по всему-по всему, ну, и этот я за компанию решила взять, там есть еще третий, забыла, что там у них третий есть, есть кератин, есть антиоксидант, забыла, подпишу, в общем, есть еще третий, ну, третий я как-то, как-то, а, коллаген, во, коллаген, ну, коллаген почему-то я, я единственное, что уже пожалела, надо было взять маме своей, ну, что-то я, в общем, в тот момент, когда заказывала, я как-то это, думаю, нет, мне не надо и не буду, значит, так, что-что-что, антиоксидант, в общем, здесь это, кто пользуется этой сывороткой с витамином С, да, и какими-то штучками, косметиками, именно, что касается, там, вот, против, не знаю, тусклого цвета лица или всего-всего остального, часто косметологи тоже советуют ввести антиоксидантные какие-то БАДы для того, чтобы, ну, еще изнутри организм поддерживать, вот, я же говорю, что я, так, где-то 50 на 50, да, сейчас уже примерно 65 на сколько там, 35, то есть больше приверженец того, что можно попробовать и посмотреть на реакцию организма, но все-таки это такой момент, знаете, что кремики помазал, там, не знаю, недельку, допустим, сразу все становится понятно, с БАДами все-таки, ну, как минимум, надо упаковку пропить, чтобы было, ну, более, да, понимание, в общем, поэтому буду пить и потом вам обязательно рассказывать, ну, в общем, вот этого я прям ждала, кератин я брала больше, ну, уже как за компанию, да, так, что у нас здесь, так, дополнительный источник витамина С, ля-ля-ля, тра-та-та, восстановление структуры волос препятствует выпадению, сохранение молодости кожи, прочность ногтей, ну, симпатично написано, так, а здесь у нас комплекс способствует поддержанию иммунной системы, предотвращает раннее старение, улучшает цвет состояния кожи, делаю более ровной, гладкой, вот это, да, я все-таки читала, значит, канал телеграмм гильтека за стеклом, и там писали сами сотрудники, да, что кто принимает и так далее, в общем, и вот этот вот как иммуноподдерживающее в наше непростое осенне-зимнее время, что кто-то дает детям, ну, ребенку я точно давать не буду, я на себе, да, вот это вот попробую, вот, поэтому, короче, в общем, заказала вот такие вот бады, да, буду вам рассказывать обязательно, так, дальше, что у меня здесь, давайте я подостаю, давайте я подостаю, это у меня для лица, да, и потом будет для не лица, так, значит, что у нас здесь, давайте я подвигаю, так, значит, я заказала вот такой вот, значит, это ретинол, у меня был 0,25, у них есть разные составляющие 0,25, 0,5, и они выпустили буквально недавно один, значит, я начала с 0,25, хотя до этого у меня был такой термоядерный ретинол, но я решила все равно разные производители начать с маленького и потом идти дальше, значит, это 0,5, это такой средний показатель, вот здесь хорошая составляющая ретинола, да, и тут еще витамин С, и мне нравится 30 мл для знакомства, мало ли, если там не подойдет, не будет так мучительно больно, но вообще как бы хорошо, потому что я же говорю, 0,25 мне подошел хорошо, ничего не щипало, ничего не, не знаю, там краснело, шелушилось, но я вижу эффект, вот, поэтому я решила, что можно уже переходить на 0,5, вот, единичку пока, конечно же, не рискую, ну и вообще, да, если вдруг вы ретинол еще не вели к себе в уход, то, в принципе, я могу рекомендовать, единственное, только надо с косметологом проконсультироваться, какой и какая дозировка, потому что очень часто в погоне за лучшим, да, потом все эти шелушения, все какие-то облазни и все остальное, но у меня, слава богу, такого нету, потому что я подбирала с косметологом. Короче, взяла себе ретинол, так, потом я взяла себе вот такой вот укрепляющий крем для век с церамидами и пептидами, очень его хвалят, причем, что разные возраста, и 50+, и 40+, и, ну, 30+, да, у меня 32, поэтому, в общем-то, уже пора бы, пора бы, пора бы, я на самом деле люблю крема для век глаз, да, для того, чтобы, ну, скажем, поддерживать, чтобы потом, да, не бегать, когда уже это прям будет заметно. Вот, так что вот такую вот еще штуку взяла, тоже очень хвалят. Так, потом, значит, я вам показывала, да, что у меня санскрин от La Roche-Posay, и вечно это танцы с бубнами, чтобы его найти по нормальной цене, потому что у нас он просто каких-то космических денег стоит, и не всегда он есть. В Европе он есть, но тоже цена сейчас пошла вверх, поэтому я решила попробовать гельтековский, значит, санскрин, здесь SPF 50, мне тут нравится, что есть физические, химические фильтры, да, потому что не всегда один или второй, это хорошо, а если микс, то, ну, в целом, неплохо. Вот, и очень многие хвалят, те, кто тоже, так же, как и я, страдают от забитых пор постоянно, какие-то комедогенные и так далее, этот вроде как не комедогенный, поэтому попробую, тоже вам обязательно расскажу. Ну, честно могу сказать, что я не прям диких каких-то, да, надежд на него не возлагаю, но если он подойдет, это будет просто пушка, потому что он достаточно нормальный по цене, он есть на Озоне, в Айлдберисе, на официальном сайте, в Золотом Яблоке он тоже, по-моему, есть, вот, поэтому танцы с бубнами закончатся, ну, было бы здорово, если бы он мне подошел. Но пока ничего не буду говорить, ну, пока не попробую его, естественно. Так, и, значит, это у нас, вот это вот, это основная, получается, серия, да, у них для лица. И у них есть еще вот такая вот серия, значит, Заю она называется, это более натуральная, как это сказать, на натуральных компонентах, да, таких природных. Но я, скажем, с осторожностью буду пользоваться, потому что у меня часто, чем натуральнее косметика, тем больше у меня идет реакция, потому что часто то аллергия, то еще что-то, но решила взять, раз уже заказываю, то заказываю. Так, значит, первое, что я взяла, вот эту вот сыворотку True Baby Face, ее прямо так хвалят, что просто прям невозможно удержаться, что она там, куча-куча у нее свойств, да, что она вроде как там типа с витамином С антиоксидантная, но она и выравнивает, и работает типа как небольшой ретинол, ну, в общем, короче, в ней куча-куча масса всего-всего. Тоже взяла 30 мл попробовать, ну, мне кажется, что это отличная история, да, познакомиться, опять же, со всеми этими делами. Так, значит, это тонер увлажняющий, он такой немножко вязкий, я думаю, что вы видите. Вот, но его тоже многие хвалят, у кого есть проблема с увлажнением, да, и питанием кожи, вот многие говорят, что классно, единственное, ну, он иногда может давать аллергию, поэтому нужно, тут что-то подождите, есть, ням-ням-ням, не помню, короче, не помню. Здесь, в общем, в основном натуральные, я же говорю, компоненты, и он может давать какую-то реакцию, но пока не попробуешь, не узнаешь. Вот, поэтому я решила взять тем, кому она подходит, говорят, что просто офигенно увлажняет, как раз на осенне-зимний период, когда такой, знаете, сухарик как бы не увлажнялся, то это прям суперски. И вот такая вот, это гель для умывания, он очень мягкий, как раз там, допустим, если вечером какие-то кислоты, или какие-то, я не знаю, там, энзимные пилинги и все-все-все остальное, то вот с утра классно умываться такими мягенькими гелями для умывания, да, которые без жестких павов, для чувствительной кожи, ну и вообще, да, все эти там защитные барьеры не уничтожают, а наоборот, да, спокойно просто очищают и там не сушат, не пересушивают. Короче, вот такое вот. Это, получается, у них как бы отдельно идет ответвление, такая доченька, да, заю. Это на всякий случай я вам рассказываю, потому что я сама как только начала изучать, думаю, боже, кто, что, зачем, почему и так далее. Но сейчас я разобралась, что вот это вот, это как бы отдельная, это более натуральная такая, да, история. Это основная у них идет линейка для лица. Значит, это БАДы, они тоже у нас идут отдельно. Так, и сейчас я давайте вам покажу для тела. Тут у меня, а, здесь еще будет одна штука для лица, сейчас я вам тоже покажу. Так, в общем, вот такая вот красота. Здесь давайте сразу я отберу для лица и вам тоже покажу. Значит, вот это вот, это гель, очищающий с кислотами. Я обычно с кислотами очень люблю, потому что они классно, деликатно убирают всякую шляпу с кожей, но при этом, да, не травмируя ее. Я уже давным-давно повыбрасывала все скрабы, какие-то, которые такие абразивные, да, которые трут, потому что, ну, в общем, умные люди, в частности, мой косметолог, да, как бы на примере четко, то есть я увидела, что, ну, не стоит тереть свою кожу терками, мочалками, всякой-всякой ерундой и абразивами какими-то. Это должно быть мягкое за счет кислот, за счет состава. Тогда это будет действительно эффект без травмирования кожи. Вот, поэтому у меня как раз заканчивается мой, забыла фирму, вот, но его сейчас сложно достать. Поэтому, опять же, решила попробовать, если понравится, то, реально, я прям с удовольствием перейду вся на гельтек, потому что, ну, реально, у меня как-то с ними случается любовь. Фу-фу-фу. Короче, в общем, такой вот гель, очищающийся кислотами. Опять же, да, так как у меня комедогенная кожа и поры вечно забиваются, то кислоты это прямо топ-1, да, если вдруг вы еще не ввели кислоты, то тоже рекомендую присмотреться, но, опять же, в идеале с косметологом это подбирайте. Кстати, я недавно буквально узнала, сама хочу записаться, у гельтека есть, если вы живете в Москве, в Петербурге, вы можете прийти оффлайн на консультацию к косметологу, она идет абсолютно бесплатно, вам еще там пробников надают кучу. Но если, допустим, как я, вы живете в Минске, пока они у нас еще не представлены, к сожалению, именно как центр, да, там, диагностики, то можно записаться на онлайн-консультацию. Вот, например, у меня косметолог, мы с ней работаем только онлайн. Мы с ней вживую никогда не виделись, и, честно говоря, я раньше была очень скептически настроена. Сейчас я понимаю, что онлайн, если человек толковый, опытный, то это, ну, отличная вообще история, это реально работает. Вот, и можно записаться из любого города, вы выбираете время, это тоже бесплатно, вот, и с косметологом вы подбираете уход, она смотрит на вашу кожу, вы там высылаете весь ваш уход, ну, короче, это очень удобно, поэтому, если вдруг вы не знали, я вам рекомендую попробовать. Я сама хочу, наверное, в следующий месяц записаться на консультацию. Так, значит, это для лица, это у нас идет вот сюда. Так, дальше, значит, я взяла вот такой крем для рук с церамидами и пребиотиками, потому что у меня, честно говоря, есть небольшие вопросы с руками, видимо, то ли от пряжи, то ли от чего, сухие, часто какие-то трещинки, поэтому, в общем-то, церамиды, это наше все, честно говоря, поэтому, в общем, вот такой вот взяла для рук, очень тоже хорошие, хорошие по нему отзывы, особенно осенний-зимний сезон у кого просто, ну, как бы обычные руки без всяких там проблем, это вообще супер, и у кого либо атопики, либо какие-то вот такие минимальные вопросики, да, тоже отлично справляется, поэтому тоже буду тестировать. Для меня это важно, да, чтобы крем, потому что очень часто кремушки, которые вкусно пахнут и, ну, такие, знаете, масс-маркет, они увлажняют лично у меня на 5 минут, то есть помазала, вроде вот нанесла, все классно, проходит 5 минут, все, что мазала, что газету читала, поэтому мне все-таки уже нужно что-то потяжелее, скажем так. Так, и здесь это все, по-моему, для тела, да, для тела. Значит, я вам рассказывала про масло для душа из прошлой своей, да, покупки. В общем, у них вышли новые вкусы, хотел сказать, новые запахи. Я взяла масло для душа хлопок и цитрус, буду нюхать и смотреть, мне масло зашло. Я не могу сказать, что это просто вообще панацея от всего, возможно, хотелось бы чуть-чуть по это, скажем, посерьезнее увлажнение, но это однозначно лучше, чем обычные гели для душа. Вот, и опять же, по этим же следам они выпустили гели для душа, но, как многие, кто уже пользовался, кто был в тест-группе, я, к сожалению, туда пока что не попадаю, так бы я тоже с удовольствием тестировала, честно говоря. Но вот эти вот гели для душа, они чуть легче, чем масло для душа, но они все равно лучше, чем обычный масс-маркет, который там, допустим, мы покупаем в обычном магазине каком-то, да, и классные у них тоже отдушки, запахи, это именно вот для любителей цитруса. Кто прям тащится, да, я реально рекомендую. И у них, кстати, еще сейчас в разработке серия тоже масел и, по-моему, гели для душа, что-то там с базиликом, кто любит более-таки травяные, я, короче, жду, просто вообще тоже буду тестировать с удовольствием, честно говоря. Поэтому по гелям для душа я вам обязательно расскажу. А мне самой, правда, интересно, я очень-очень ждала, потому что я люблю цитрусы во всякие штуки, они и на вечер хорошо, и на утро взбодриться хорошо. Ну и вообще, в целом, мне нравится, что они хорошо увлажняют. Я вот про гели пока не говорю, потому что я их вообще не пробовала. Но вот масло для душа однозначно очень хорошо увлажняет, моет, да, то есть это не просто вы пошкрябали-пошкрябали и все, а он действительно вымывает хорошо. Ну и запахи классные, не душные, не супер терпкие, такие, знаете, которые, они не супер держатся на коже, что вы очищаете только этот запах. Но они хорошо очищают и такой реально чистая кожа, в общем. Все, как я люблю. Так что вот такой вот у меня огромный был заказ. Я надеюсь, очень надеюсь, что все мне это подойдет. Вот, но буду по мере, в общем-то, я вам, наверное, до конца ноября, я так думаю, что я расскажу про вот эту серию, потому что мне очень интересно. Про бады, ну, вскользь упомяну, но это будет как бы небольшое совсем время пройдет, потому что я вот хочу с этого начать. Прямо, может, с сегодняшнего дня начну его применять. Ну и вот эти вот ребята тоже быстренько все протестирую, потому что мне самой интересно. И, ну, классные продукты, почему бы с вами не делиться. Поэтому, в общем, кто досмотрел до этого момента, помашите мне в комментариях, насколько вам интересна эта тема, потому что прошлое видео, когда я показывала свои покупки гильтек, там были шампуни. Кстати, мне шампуни просто невероятно нравятся. У меня скоро закончится, хочу себе тоже заказать, потому что, наверное, это лучшее, что я пробовала вообще для своих волос. Мне очень нравится, у меня не чешется голова, кудряшки какие-то хорошенькие такие становятся, без особых каких-то моментов. Ну, в общем, короче, я действительно прямо довольна. Так что, в общем, надеюсь, что вам это было полезно. И тогда до следующего включения. Приветики. Получила я свою посылочку. Тут мои данные, поэтому показывать не буду. Я в машине, только-только со СДЭКа. Вот, так что буду сейчас открывать, ну, и уже дома вам покажу. Потому что я там жду одну штуку, которую сразу же намазюкаюсь. Потом вам расскажу. Приветики, я дома. Ну что, давайте будем раскрывать. Я уже пупырку тут сняла. Все раздербанила. Давайте я повыкладываю, чтобы тут у нас все было. Так, сейчас, минуточку, минуточку. Минуточку будем с вами сейчас по списку идти. Так, это сюда. Так, значит, смотрите. Сейчас, моментик. Так, я посмотрю тут по заказу, чтобы у нас все было. Так, значит, смотрите. В общем, из-за чего, в принципе, все затевалось. Это вот такой аромабокс. Я вам уже показывала, да, свой первый аромабокс. У меня, получается, часть там закончилась. И, ну, в целом я распробовала, да, такой формат вам рассказывала, что классный. Вот, поэтому, соответственно, заказала сейчас по гороскопу рак для нее. Пока ничего не понятно, но очень интересно. Ну, решила просто вот посмотреть, как и что по описанию. Вроде должно быть свежо, не супер там сладко, но с такими неплохими нотками. Вот, так что буду, короче, смотреть, изучать. Так, давайте я вам... Ой, сейчас, момент, чтобы пальцы синим поломать. Вот так это выглядит. И вот такие вот здесь позиции. Так, вот так вот. Получается 8 штучек по полтора миллилитра. Это получается сколько там? 10, по-моему, да, миллилитров. Ну, реально, мне такой формат нравится. Очень удобно. Можно раз пробовать. Ну, и в целом понять. Вот, поэтому, соответственно, в инфобоксе оставлю вам все ссылки, все эти явки, шифры, пароли. На рандеву проходите, да, и там куча аромабоксов и по знаку зодиака. И зимние, осенние, там, не знаю, весенние, летние. И для него, для нее. И селекции, как они там, селективные. И классические. Ну, короче, реально, мне очень нравится. Я уже несколько раз заказывала. И, честно говоря, наверное, буду еще раз заказывать как раз в преддверии праздников. Сейчас ноябрьские всякие скидки, да, там черные пятницы. В общем, в преддверии этого тоже куча-куча всего. Так что однозначно рекомендую. И я же говорю, что я думала, что это только... Я вам несколько видео назад говорила, да, что я оформила заказ. Я думала, что это только, ну, там, духи, ароматы, запахи, да. Но оказалось, что нет. Поэтому будем сейчас с вами смотреть. Так, значит, вот эти вот две позиции я прямо особенно ждала. Это, это урьяш, это бальзам для губ. Значит, он с... Как это называется? Сейчас я... Боже. Короче, ладно, я забыла. В общем, он идет заживляющий, увлажняющий, такой питательный. Значит, много всяких таких бальзамов. Но у меня с отопительным сезоном и вообще осень-зима бальзамы просто я их ем. Как крема для рук, так и бальзамы. Вот. Ну, и урьяш, в принципе, хорошая фирма. Мне нравится. Поэтому я решила вот такой вот попробовать бальзам. Так. Вот такой крем для рук. Биодерма, значит, от Адерм. У меня есть вопросы с руками. Вот. Не хватает уже обычных кремов. Поэтому, в общем-то, дерматолог сказала, что нужно вводить эмалиенты. Ну, и, короче, такие для топиков, да. Потому что бы не было, в общем, никаких вопросиков. Поэтому заказала вот такой вот небольшой на пробу. Потому что не все крема мне идут. Мне нравится для Roche-Posay. Этот, как он, липикар. Но он большой, не очень удобно. Маленький какой-то, этот, стоит крыло от самолета. Вот. Поэтому решила биодерму попробовать тоже. Посмотрим. Так. Значит, дальше. Что я еще хотела, что я еще хотела вам показать. Вот эти вот два продукта тоже. Вот этот я брала чисто попробовать. Я недавно... Так, подождите. Что-то плохо фокусируется. Фокусируется. Это крем для рук, шик. Значит, у меня бальзам для губ такой. Я решила попробовать. Я, честно, могу сказать, что я не сильно как-то прямо жду от него каких-то чудес. Ну, пускай будет. Сумочки болтаются или где-то там возле вязального уголка. Вот. Обычный крем для рук. Так. Значит, и вот такой вот этот тональный крем от Divash. По-разному называют. Я читаю Divash. Не знаю, поправьте меня, если не так. Вот. Это обычная тоналка. Вот. Значит, пятый номер. Посмотрим, да. Потому что я обычно всегда подбираю, ну, скажем так, в режиме оффлайн. Но тут решила попробовать. Ну, мало ли что. Если мне не подойдет, кому-нибудь, ну, маме так точно можно будет это присоветовать. Так. Значит, еще взяла вот такие вот от Limony. Мне нравится эта фирма. Не помню, Корея это или Япония. По-моему, корейцы есть. Я не ошибаюсь. Вот. Значит, это набор патчей для кожи вокруг глаз. Тут всяко-разно с гиалуронкой и, по-моему, с коллагеном. Если я не ошибаюсь, вот в таком вот пакетике. Здесь. А, еще там что-то был коллаген. Что-то, короче, еще. Лифтинг, коллаген. Значит, здесь вот такие вот, получается, три пакетика. Давайте. Одной рукой, конечно, снимать удобно, но, тем не менее. Вот такой. Вот такой. Это, наверное, типа со змеиной какой-то ерундой, насколько я понимаю. И вот такой вот гиалуроник. Патчи под глаза, пускай будут. Лишними не бывают. Иногда бывает, просыпаешься, как утром в китайской деревне. Вот. Поэтому вот такие вот. Это точно будут однозначно очень-очень приятно. Так. Значит, маска, маска, маска. Мне кажется, что тут какая-то часть масок, наверное, может, в подарок шла. Или это я все заказывала. Что-то я не помню, если честно. Но не суть. В общем, короче, вот такие вот маски. Вот этого я пользовалась точно. Вот эти вот мне, кстати, кто-то советовал. Вот. Я точно где-то их видела. Ну, в общем, будем пробовать. Иногда такие масочки я тоже люблю делать. В общем, я же говорю, что тут, короче, целая куча. Выбирай, не выбирай. И вот этот вот ватные диски Биодерма. Это шло в подарок. Прикиньте. Так, давайте посмотрим. Ой, какой классный чехольчик. Класс. Это прикольно. Так как я постоянно во всяких путешествиях бываю, это удобно. Такая штучка. Сюда напихал, напихал. И эти закончились. Можно обновить. Супер. Смотрите, как удобно. Реально для подарка прикольно. И для путешественников тоже. Класс. Вот эта штука очень-очень приятная. Так. Значит, ну, в принципе, все, наверное. Я вам показала. Вот такой вот у меня был заказ. Значит, вот этот буду пробовать. Обязательно вам расскажу. Хочу новенькие какие-то для себя ароматы открыть. Ну, патчи, понятно. Мне кажется, они никогда не бывают лишними. Значит, ну, вот эти вот. Это мои прямо must-have сейчас на вот этот чудесный наш отопительный сезон. Потому что, я же говорю, я немножко страдаю. Ну, это так. Попробовать. Ну, про Диваж я слышала много. Что неплохой тональник. Хорошо держится. Такой тоненький, да. Без какой-то эффекта маски. Ну, а этот кремушек, можно сказать, на сдачу взяла попробовать. Потому что многие хвалят эту фирму. Говорят, она хоть и бюджетная, но такая толковая, рабочая. Вот. Поэтому, соответственно, буду все пробовать. И вам, естественно, рассказывать. И в инфобоксе напоминаю, да, что будут все ссылки, во-первых, на продукты. Чтобы вы там не тыркались, не пыркались. Если вдруг что-то здесь вас заинтересовало. Девчонки, по моим наводкам тоже много кто позаказал по знакам зодиака. И уже некоторым пришло, сказали просто бомба попадания. Прямо в самое вообще знакозодиакальное сердечко. Вот. Так что тоже обратите внимание. Мне кажется, это прикольная такая тема. Особенно, ну, в принципе, кто верит во все эти там знаки зодиака, да, и совпадения. Вот. Так что такая распаковка. Пошла все открывать и пробовать. Привет, друзья. У нас сегодня четверг, насколько я помню. В общем, я ждала хороший свет. Все ждала, ждала. И понимаю, что уже у нас по времени какой там третий час. А хулиганов нет, как известно. Поэтому, в общем, будем смотреть с вами, с каким это получается светом. В общем, вы едите перед собой коробку. В общем, я вчера собрала подарок к Новому году. В общем, неожиданный и такой. С одной стороны, неожиданный, с другой стороны, такой долгожданный. Здесь у меня лежат спицы, обратная сторона, потому что там все данные, да. Ну, чтобы, в общем-то, не светить на весь YouTube. В общем, эта посылка пришла ко мне от Наташи Фадеенко. Наташа, тебе огромное спасибо, огромный привет. Я еще пока не смотрела, что там. В общем, как вы все знаете. Ну, во-первых, я на Наташин канал оставляю ссылку в инфобоксе. Проходите, смотрите. Наташа просто вообще кладезь полезной информации. Плюс Наташа красит сама пряжу, рассказывает, показывает. У нее можно купить пряжу, да. Плюс она, значит, расписывает проектные мешочки. Ну, и, в принципе, да, это не всегда могут быть проектные мешочки. Вы можете в них что-то хранить или подарок упаковать. Ну, в общем, короче, Наташа у нас супер творческая личность. Плюс вообще невероятной красоты. Наташа очень любит синий цвет. Это вообще отдельный просто какой-то, я не знаю, синий респект. Потому что, во-первых, вон очень красиво Наташа идет. Наташа брюнетка. Вот, мы ведь с Наташей знакомы лично. Познакомились на встрече визуально летом. Вот, поэтому, в общем, короче, к Наташе у меня хорошие такие очень, как это сказать, теплые, замечательные чувства. Поэтому, в общем, давайте открывать коробочку. Потому что я буду тут болтать, тараторить, видимо, очень-очень много. Так, давайте смотреть. Боже, боже, что-то тут за красота какая-то невероятная. Смотрите. Обалдеть можно так. Макарошки в сторону. Но вы только посмотрите. Это же просто можно обалдеть от восторга. Во-первых, вот такие вот милашные, невероятные. Смотрите, какие. Ай, какая прелесть вообще. Это эти украшения, да, могут быть на елку, могут быть еще куда-то. Ну, в общем, очень классно. Мне нравится. Я люблю такие штучки. Раньше я прям очень любила, когда вся елка, ну, такая, как бы, как это сказать, одинаковая, да, что все-все-все игрушки. А сейчас, ну, с появлением, опять же, ребенка, понятное дело, он там всякую разномастную историю может туда лепить. Ну, и вообще, в целом, да, вот такие вот маленькие, милые ребята, они однозначно разбавляют и добавляют какой-то мимимишности. Поэтому, короче, блин, очень классно. Наташа, спасибо тебе огромное. Супер-супер классно. Это прямо неожиданные милаши. Так, ну, а теперь давайте смотреть эту какую-то невероятную красоту. Ай, супер вообще. Просто, просто вам не передать. В общем, я, честно говоря, уже не помню, что и что. На самом деле, некоторые расцветки я выбирала сама. Вот, и, по-моему, вот эта вот расцветка, если я не ошибаюсь, Наташа, по-моему, или красила для меня, или из наличия. Вот я, честно говоря, не помню. В общем, сейчас вам расскажу предысторию. Значит, смотрите, это какая-то невероятная красота. Я же говорю, по цветам я не помню, но если я узнаю, да, и четко буду уверена в том, что это так оно и есть, я вам обязательно подпишу. Боже мой, ну, это же вообще просто чума. Чумачечья чума невероятная. Какая красота. Так, значит, смотрите, это Наташины бирочки, да, специальные. Арт-нинг. Значит, здесь 75 шерсть, 25 биомид, 420 метров на 100 грамм. 100... А, вот, смотрите, класс, Наташа сразу же подписывает. В общем, у Наташи недавно вышла коллекция по знакам зодиака. И я смотрела, просто вообще обалдвала от красоты. Значит, получается здесь 100 грамм, и это дева. Посмотрите, у меня дева в семье брат мой родной. Вот, как обычно, когда все слышат, что мужчина-дева, сразу же закатанные глаза. Ну, в общем, он такая достаточно, как это сказать, полноценная дева, да, но в лучшем ее проявлении. Вот, не могу сказать, что у меня эти цвета сочетаются с ним, но очень красивое сочетание цветов. И, конечно же, это мое любимое сочетание. Зеленый. Коричневому я не то, чтобы я его обожаю, но просто коричневый я к нему спокойна. Но вот именно в сочетании с зелеными, какими-то охристыми, желтыми, какими-то песочными, это нереально красота. Просто очень красиво. Так, короче, вот давайте я сюда, наверное, и положу. Так, вот это, это, насколько я помню, рак. Это мой знак зодиака. Вот, очень красивая тоже такая, как это сказать, у меня даже, если честно, слова теряются. В общем, это красиво оранжево-серое, немножко даже как будто лиловое, с какими-то вкраплениями. Ну, правда, тоже очень-очень красиво. Это, значит, классно. Я не могу сказать, что это цвета именно моего знака зодиака. По-моему, у меня там какие-то голубые, синие и так далее. Но это, возможно, я просто, да, не очень в курсе. Но именно само сочетание цветов, это, конечно, вообще бомбезно, Наташа. Просто, просто умничка. Так, вот это, значит, я выбирала, по-моему, сосновый бор. Мне кажется, что да, что я это выбирала из наличия. Наташа недавно выкладывала, но это тоже очень красиво. Вы только посмотрите, какой невероятный вообще переход цвета. Они, вот эти вот две, ну, они типа похожи, да, но все равно они на самом-то деле разные. Потому что здесь более такой, как, как это сказать, какой-то травяной зеленый. Здесь он более такой хвойный, даже где-то немножечко петроль, где-то немножечко, как он называется, забыла, такой, ну, не еловый. Ну, короче, более такой, как лесной. Вот, очень красивый. Я из какого-то цвета однозначно хочу себе шапку. Прямо вообще, просто, просто, вообще красота. Это сосновый бор называется, 75 на 25, все по классике. Только посмотрите на эти переходы цветов. Ну, это же вообще можно, можно обалдеть, просто отдурить. Красота, просто красота. У меня даже камера сходит с ума, если честно. Так, и вот это, вот это, это калибри. Да, это очень красиво, правда. Это, видите, тут какая-то барахлянь застряла. Это очень красиво. Посмотрите, здесь тоже мои любимые зеленые, мои любимые фиолетовые. Чуть-чуть бордо, чуть-чуть какого-то желтого. Ну, в общем, это правда. Очень-очень красиво. В общем, насколько я помню, мы с Наташей, значит, когда Наташа мне предложила пряжу, да, ручного украшения, говорит, ты выбери какие-то эти, как это называется, референсы, да, и я тебе, значит, покрашу. Я, в общем, ей скинула всякое, все разное. И, в общем, Наташа мне говорит, я там, значит, через какое-то время я там покрасила. Ну, говорит, мне кажется, что это вообще какое-то просто бешенство всего-всего. Скидывает мне фотографию. Говорю, Наташа, это так красиво. Это просто невероятно. И Наташа говорит, блин, ну я не знала, что ты любишь такие, типа, взрывные оттенки. В общем, говорит, все, я поняла зеленый свет всем бешеным, веселым и заводным расцветкам. В общем, я еще раз говорю, что я у Наташи уточню. Но, по-моему, это вот та расцветка, о которой у нас шла речь. Но даже если это не та, это не важно, потому что она умопомрачительная. Вы только посмотрите. Ну, это же просто вообще, ой, какая красота. Ёлки-палки. Это же вообще можно обалдеть. Короче, смотрите, я, в общем, вот такая вот богачка. А здесь еще что-то интересное в мешочке. Дайте поглянем, что это такое. Так, это мята. Что это, подождите, мята? Это, я так понимаю, наверное, эфирное масло, что ли? Надо будет у Наташи, в общем, спросить. Я так понимаю, что это, наверное, надо, в общем, что-то с этим делать. Извините, да, я король объяснений. Я обязательно спрошу у Наташи, что мне с этим делать. Возможно, что это для пряжи, не на саму пряжу, а вообще где-то рядышком капать, да, для того, чтобы не образовывалось там моли и так далее. Но вообще я запах мяты очень люблю. Мне нравится. Я и мятный чай люблю. И какие-то мятные там добавки. Единственное, что я не люблю с мятой, это шоколад с мятой. Я вообще не понимаю, как это можно есть. Вот, но именно мятный чай, мятные какие-то эти, как они называются, диффузоры, вот что-то такое с мятой, да, легенькое, свежее. Мне прямо очень нравится. Короче, вы посмотрите, это же просто восторг. Это просто вообще восторженный восторг. Это невероятный новогодний подарок. Наташа, огромное тебе спасибо, правда. Это безгранично, это очень ценно для меня. И, ну, вообще, короче, просто творческие люди, творческие во всем, правда. Это очень-очень-очень классно. Поэтому огромное спасибо, Наташа. Так, еще раз говорю, что я оставлю на Наташу все ссылочки, поэтому проходите, смотрите. Вдруг вы не знакомы, хотя не знаю, да, почему еще до сих пор, но тем не менее. Так, поехали дальше. Значит, давайте я вам покажу вот этот вот заказ по носкам и уберу его, да, буду скоро паковать. Вот, пока что мой клиент не сказал не отправлять, но тем не менее. Короче, вот эти вот розовые вы видели, да, вот эти вот черненькие, все, они связались. Давайте я вот так сделаю. Они связались, они готовы. Вот обычные классические накиды вот с этими вот полосочками. Ничего никуда не делось, ничего никуда не покрасилось. Ну, в общем, короче, красота. Мне прямо очень нравятся такие классные, спортивные, толстенькие носочки. Это как шести нитка, это Alize Wall Time, вот, и у меня ушел практически весь моток. Ушло, точнее, осталось там что-то в районе пяти, что ли, шести грамм, что-то такое, совсем немножко. Вот, поэтому вот такой вот носочный заказ поедет к моему клиенту. Так, отчиталась, значит. Поехали дальше по действующим процессам. Значит, мой фиолетовый свитер. Так, вот так правильно. Значит, фиолетовый мой свитер. Конечно, темно, ничего не видно. В общем, я не помню, что я вам показывала. По-моему, я вышла на длину, да, я буквально чуть-чуть провязала. И поняла, что мне что-то не нравится вязать на чагушках, как будто бы все стопорится. В общем, я достала вот эти вот спицы. Значит, это адики 4,5-100 см. Значит, эти спицы мне были подарены. И вот они сейчас как раз-таки прямо пригодились. Потому что обычно на сотках я не вижу, мне длинновато. Но как раз-таки вот здесь достаточно широкое тело, да, и вот как раз сотка получается отлично. Плюс здесь не такой острый кончик, как на чагушках. Я не накалываю, во-первых, себе палец. Это раз. Во-вторых, длинная леска как-то здесь очень-очень комфортно уместилась. Ну и вообще, если честно, здорово все получается. Вот. Поэтому я начала вязать тело. Потом подумала, что нет, надо мне все-таки вязать рукава. И для пряжи, чтобы понимать, что там, где там и как там. И для, ну, вообще, да, чтобы вывязать рукава. Вот эти вот танцы с бубнами. И потом спокойненько себе вязать дальше. Так, значит, сейчас я попробую разложить. Подождите, вот так, наверное, это будет выглядеть. Вот так, наверное, да. В общем, здесь вывязана головка рукава, кат рукава. Он, ну, получается, вот так идет. Где-то в районе, сколько здесь, наверное, сантиметров? Шесть, семь, примерно так, что-то около того. Вот. Значит, все здесь по классике. Все здесь красиво вывязано. Убавки, прибавки. Вот. До стирки еще вот какие-то такие могут быть минимальные дырочки. Потом это все, в принципе, хорошенечко раскладывается и смотрится отлично. Значит, сама пройма получилась шире, чем в прошлый раз. Вот. И, соответственно, я вот здесь делаю убавки. Здесь надо будет единственную ниточку подтянуть. Делаю убавки примерно там в каждом там шестом, восьмом ряду. Сейчас уже реже стала делать. Вот. Ну, и хочу чуть-чуть более узкий рукав именно к манжету, потому что сейчас у меня в моем фуксином, ну, он такой достаточно широкий. Например, если у меня узкая куртка, то это не совсем удобно, такие фонари торчат. Вот. Поэтому вот этот будет, скорее всего, чуть-чуть поуже. Ну, соответственно, этот. И есть у меня мыслишка, чтобы оборвать нитку. Сейчас я там дойду до определенного момента. Оборвать нитку и вывезать сразу же второй рукав. Именно вот этот вот охват. Охват. Бу, блин. Охват. Ну, потому что это не то, чтобы прям сильно сложно. Нет. Это просто муторно. Надо следить и так далее. Я сейчас слушаю аудиокнижку Шантарам. Я вам, по-моему, рассказывала. Вот. И как раз это такая, знаете, работа. Вот прям само то. Там описываются все эти события военные. И это как раз отлично под вот такую, ну, немножко муторную, немножечко такую туповатую работу. Да, просто надо туда-сюда гонять этот окат рукава и, соответственно, вывязывать головку. Вот. Поэтому, ну, мне нравится, что я вывязала, получается, первый рукав. Он хорошо здесь сидит по этой пройме. Мне нравится, что он с одной стороны широкий, с другой стороны чуть-чуть после стирки он подсядет. Вот. И можно будет потихоньку-потихоньку выходить уже на длину, да, и ширину. Вот. Потом, скорее всего, после этого, после рукавов, да, когда я и второй тоже сделаю, я, наверное, обработаю горловину, чтобы полностью она у меня была готова. Вот. Ну, и потом уже буду, соответственно, гнать просто лицевую гладь. Это как бы, ну, не это, не сложно. И можно там уже что-то и другое слушать, или смотреть, или читать, или что-то. Так, значит, у меня пока еще первая бубинка идет, и здесь, в принципе, еще неплохо пряжи. И вот, получается, второй вот этот моточек, который присоединен буквально недавно. Так, свет, конечно, совсем начинает уходить, поэтому давайте я ускорюсь, чтобы, в общем-то, сегодня вам все рассказать. Потому что, не знаю, будет ли у меня завтра прям какое-то дикое продвижение всего этого дела, но мало ли. Так, значит, поехали дальше. Что у нас тут еще? У меня, значит, тут образовался новый процесс, проект. Мне так захотелось повязать новые носки. Плюс, что самое интересное за травочкой, я буду вязать другую пятку. Представляете? Так, значит, это вот эта вот пряжа, которую я вам показывала, по-моему, в влоге. Значит, это пряжа Айнитки. Тревел сок. 206 цвет. Очень красивый. По-моему, это лиса... Лиса... Лиса чего-то. Забыла. В общем, здесь 100 грамм 420 метров, 75 на 25. Все как положено. Так. У меня, значит, оставлю вам ссылку. Да, на эту пряжу на сайте, значит, у Айниток. И есть промокод. Вот. Для того, чтобы покупки были более приятными. Как раз в преддверии всех наших новогодних дел рождественских и так далее, можно как раз воспользоваться, да, и с более приятной ценой все это дело купить. Так, значит, смотрите. Вот так вот выкладываете. Выкладываете? Выкладывается классными полосочками. Мне прямо очень нравится. Вяжется вообще классно. Мягенькая, такая шелгистая, в меру упругая. Я вяжу на 2,5, что обычно тоже странно, потому что я всегда почти вяжу на 2,5. Тут как-то 2,5. Мне прямо нравится с моей плотностью, да, потому что эта пряжа разбухает после стирки. Вот. Так что мне, если честно, прямо очень нравится. И здесь, смотрите, какие переходы цветов красивые. Прям вообще смак-смак-смак. Здесь будут зелененькие, здесь будут коричневые, ну, и вот такие вот травянистые. Так, я набирала, как обычно, 64 петли, значит, на эти носочки. Спицы 2,5. Я уже сказала, на одиках вяжу свеженькие, которые из Чехии привезенные. Вот. И я хочу попробовать новую пятку. Значит, я осмотрела... Кого-то я смотрела. Катя Ринг, YouTube-канал, да, я периодически смотрю его, вам как-то рекомендовала. Вот. И Катя там, значит, оставляла ссылку на видео. Девочка вяжет пятку, ну, в смысле, показывает, как вязать пятку. Пятка, получается, без отрыва и без всяких там нюансов. И она, ну, как сказать, это что-то типа очень напоминающая пятка Strong. И там еще какие-то несколько, да, я не сильно в этих названиях. Вот. Мне бы нравилось, что для секционной пряжи, хоть я не особо прям любитель, чтобы все секции там четко переходили, но тем не менее, что ты вяжешь, и получается, секции никуда не уходят, никуда не сбиваются. То есть ты вяжешь как бы, ну, вот, вяжешь и вяжешь. Поэтому хочу попробовать. Не факт, что она мне зайдет, потому что бумеранг мне не заходит, Strong мне не заходит. Что там я еще вязала? Бабушкина не очень. Забыла какую-то еще я... А, забытая пятка мне не нравится, она мелкая. Какую я еще вязала? Еще вязала как-то она... Забыла, как она называется. Короче, она вывязывается. Ну, типа, типа, как это обмиранг, но чуть-чуть по-другому. В общем, разные пятки я пробовала. Пока мой фаворит, это французская пятка. Обожаю. Она садится хорошо и на детей, и на взрослых, и на всех. Вот. Но, тем не менее, все равно хочу попробовать ради интереса, просто ради эксперимента. Так что взяла вот такой моточек, первый из трех, который у меня есть. Очень мне нравится эта пряжа, мне нравится ее держать в руках, она такая тактильно приятная. Так что это вот буквально за утро, я там пока что-то... не помню, что я делала, я провязала. Так, значит, еще один у меня начался новый проект. Так, значит, кто давно... ну, не давно, в смысле, кто следит за влогами, понимает. В общем, это лопопейсы для мужа. Значит, это вот такая вот пряжа Drops Nepal Unicolor. Этот цвет 89-11, я, по-моему, вам показывала в прошлом видео. Да, ну и, в общем-то, я уже начала. Это второй моток. Значит, здесь горловина, она достаточно высокая. Она, ну, так вот смотрится, не очень высокая. Но у меня, во-первых, муж не очень большой, да, он у меня худенький. Вот, и поэтому ему как раз, ну, хорошо вот под горлышко сам моток. Значит, росток я связала достаточно глубокий, ну, такой приличный. В общем, на него тоже сел хорошо, потому что он у меня и сутулится. И, ну, в принципе, мужская фигура чуть-чуть от женской отличается, я думаю, что вы понимаете. Вот, поэтому, соответственно, вот у меня перед, да, и вот у меня спинка. Я сделала все тут необходимое расширение, необходимо, как бы, все тут подготовила. Росток я, получается, вывязала, и сейчас буду вывязывать уже узор. Но узор я еще пока не приступала к рисованию, всему-всему остальному. Там, единственное, только петли посчитала. Вот, и сейчас мне надо будет нарисовать, сможем там пару моментов согласовать по рисунку. И все, и буду приступать к жаккарду. Значит, сам я вязала горловину на дропсах, потом я переходила тоже на дропсы на больший размер. И вот сейчас я все это дело пересняла на лантермуны. Не, как это сказать, не оставляю я надежды подружиться с этими яицами, потому что они мне дико нравятся визуально, они мне дико нравятся тактильно. Но вот что-то с вязанием у нас как-то не заладилось. Но сейчас вроде бы нормально. Вот эта пряжа хорошо скользит, хорошо вяжется, да, нигде там не застревает. Ну, короче, мне нравится. У вас, мне кажется, чуть-чуть ярче передается этот цвет. Но, опять же, да, учитывая свет вообще на улице, это не мудрено, что он так передается. Вот, так что второй моток. Достаточно такое приятное вязание. Естественно, что вот эта вот колбасня у меня заняла много времени, намного больше, чем вязание самого ростка, расчета там, да, и всего-всего остального. Вот, но мне нравится. Я люблю эту пряжу, люблю с ней работать. Вот, так что это мой очередной свеженький проект. Так, и вчера, значит, мне тут привезли мой заказ. Так, сейчас подождите. Давай, выпукливайся. Короче, значит, вот мой заказ. Сейчас у меня заказали паутинку очередную. Вот в этом вот классном цвете. В позапрошлом, по-моему, году я вязала из этой пряжи, именно из этого оттенка. Значит, это La Nagata Silk Moher Luxe. Это с добавлением чуть-чуть люрекса. Он такой деликатный, хороший, не сорочий, не колхозный, не цыганский. Не знаю, какой еще подобрать слово. В общем, он красивый, очень такой нежный-нежный-нежный. Этот цвет 6039. Скриньте, запишите, запомните, потому что у меня по поводу этого цвета всегда миллион. Как синий, так и вот этот. Он нежный, он такой, знаете, кто-то его называет пудровым, кто-то называет его каким-то таким топленой розой, или как я слышала. Короче, он нежно-нежно-нежно-нежно-розовый. Такой даже не то, что розовый, а такой, может быть, чуть-чуть как грязно-розовый. Пыльный, но очень красивый, благородный оттенок. Вообще, просто невероятный. В общем, у меня 4 моточка. Значит, здесь 75 кидмохер и 25 шелк. Нет, подождите, здесь другой чуть не обманула вас. 78 супер кидмохер, 14 шелк, 4 нейлон и 4 полиэстер. Вот, это вот так вот выглядит. Значит, очень мне нравится эта пряжа. Она пушистая, я думаю, что вы видите. Значит, подождите, сейчас вы у меня чуть не упали. Моментик. Вот. Пушистая, я думаю, что вы видите вот этот вот чудесный пушок. Она мягкая, она классно вяжется, классно ложится, классно носится. В общем, 4 таких мотка. Я брала в магазине Лавка Софибай, это наш белорусский магазин. Я не могу сказать, что я просто обожаю этот магазин, но у них неплохой ассортимент. Относительно неплохие цены. Мне, на самом деле, я выбирала больше по оттенку, да, потому что этого оттенка днем с огнем не сыщешь. Мало где он есть, и поэтому, если он есть, то я его сразу же тут же беру. Вот. У меня будет паутинка с горлом, как я вязала последнюю синюю, которую я вам показывала, с горлом, реглан-погон. Все, в общем, по классике. Единственное, что постоянно, по каждым видео вопросы, мастер-класс и так далее. Значит, изначально этот мастер-класс по... У Наташи, как она там, стрит, хэт, репит в инстаграме. Значит, я уже давно вяжу по своим расчетам, по своим там меркам и всему остальному. Вот. Но сам прототип вообще этой модели, это вот у Наташи. Вы можете сходить на сайт, купить. Это есть в доступе. Называется, по-моему, свитер Изабель, если я не ошибаюсь. Вот. Но я уже вяжу чуть-чуть по-другому, делаю по-другому прибавки. Там, ну, короче, в общем, свой метод я разработала, да. Но я же говорю, что мастер-класс писать я не вижу смысла. Я вяжу просто вот на заказ, для себя и так далее. Так что запоминайте. В общем, 4 моточка вот этой вот чудесной, 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 нежнейшей пряжи. И чтобы была бесплатная доставка, чтобы там ничего не платить, потому что выходило дороже. Я взяла вот такой вот моточек. Это Ланагата Нью Глиттер. Значит, это цвет 8591. Здесь это синтетика, насколько я помню. Сейчас, подождите, найду. 25 грамм на 300 метров. Здесь 51 полиэстер, 49 нейлон. Вот, это просто такой, как легкий люрекс. Я буду его, скорее всего, подмешивать. Есть у меня, забыла, Сиам. Чего-то там Юлечка мне дарила. Черного цвета я хочу или топ, или джемпер. И вот этим вот просто сделать как обработку или какой-то акцент сделать. Ну, в общем, я взяла, пускай будет, на всякий случай, потому что я в последнее время к черному цвету как-то неравнодушна, однозначно. Вот. Поэтому, соответственно, вот такой вот у меня был заказ. Небольшой, но, тем не менее, очень симпатичный. Все, как оказалось Ланагата. Что-то я об этом даже не подумала. Но, тем не менее, я люблю. Я вязала из Нью Глиттера. Я его подмешивала к изделию. Позапрошлый, по-моему, году я вязала. Вот. Значит, и Силк Махер, и Силк Махер Люкс я вяжу постоянно. Сейчас, конечно, пряжа дико подорожала. Но что делать? Она хорошего качества. И иногда это даже выходит дешевле, чем бобинная. Вот. Тем более, что бобинной очень сложно найти подходящего оттенка. И Махер на шелке. Махеру на шелке рознь. Иногда Махер на шелке бывает очень колючий и неприятный. Ну, вот этот, я же говорю, я уже с ним давно, да, знаю его как что. Поэтому его точно могу рекомендовать. Он реально хорош. Все. На этом я буду завершаться. На сегодня у меня, в принципе, все новости. И так, аж на 20 минут я вам наболтала. В общем, встретимся завтра. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok